Далевое строительство – это самый распространенный способ возведения высотного жилья в России. Сначала люди платят деньги, а уже потом начинают строить дом. По мнению экспертов, его отмена может привести к серьезным последствиям на рынке недвижимости. Возводить жилья будут гораздо меньше, а вот стоить оно будет гораздо дороже. Строительная отрасль в плане подотрасли строительства жилья не выживет без средств граждан. То есть если похоронить долевое строительство и не предложить ничего, строительство жилья просто практически умрет как отрасль. Тысячи людей уйдут на улицу, десятки компаний закроются и будет дефицит жилья. Вторичка будет, какие-то дома могут быть, может быть, в Оренбурге, если строятся десятки домов, то будут один, два, три дома строиться, строительные компании, может, одна, две выживут какие-то, останутся. Почему такое жилье воспользуется спросом? Потому что оно дешевле. То есть на этапе застройки, когда застройщик привлекает денежные средства у дольщиков, эти деньги, они дешевле и, соответственно, квартиры тоже дешевле. Это не банковские деньги, за которые нужно платить процент, это деньги дольщиков, на которые никакие проценты не возлагаются. Это выгодно для обоих сторон, да, потому что потребитель, он не переплачивает вот эти вот проценты, которые застройщик может вставить в сумму, в стоимость квартиры. Реформировать эту сферу на федеральном уровне решили по объективным причинам. С каждым годом в стране становится все больше обманутых дольщиков. Недобросовестные застройщики не выполняют обязательства. И люди, рассчитавшись за квартиры, остаются ни с чем. Только по официальным данным Минстроя в России их около 40 тысяч. По неофициальным – около 200 тысяч. В 2014 году я взяла ипотеку. До сих пор я плачу ипотеку за воздух, живу у родителей. Мы живем три семьи в квартире. У нас как коммунальное общежитие. Мы свои хотим квартиру получить, за которую мы полностью рассчитались. Именно ввод в эксплуатацию, получить свидетельство на квартиру. Виктория приобрела квартиру в жилом комплексе «Северное сияние» по договору долевого участия. Она и еще 270 семей Оренбурга ждут сдачи дома почти пять лет. Застройщик кормит людей обещаниями, в выполнение которых дольщики уже не верят. У меня предложение какое? Как можно чаще проводить митинг, чтобы нас слышали и видели. И вот эти транспаранты, вот как ребята сейчас говорили, кто делает ремонт, повесьте на окна вот эти транспаранты, чтобы наши гости города приезжали и смотрели. Они выходили на митинги, обращались в администрацию, правительство области и даже писали президенту. Но их проблема так и не решена. Мы все делаем для того, чтобы в самое ближайшее время данные квартиры жильцы получили. Сказать конкретную дату, но мы уже пытались ее называть и в 2015 году, и в 2016 году. Но будем, и не то что будем, мы и делаем все совместно с правительством области, чтобы жильцы получили квартиры. Уже намного закрываем глаза, и не только я, уже неважно там какие стены, кривые, ровные, полы, дверь, что она там бэушная. Лишь бы заехать, потому что лишь бы уже получить свою квартиру. Уже нет сил ждать, уже просто все на исходе. На фоне остальных регионов в Оренбуржии не так много обманутых дольщиков. По официальным данным 72 человека и 6 проблемных объектов. Мы купили квартиру в 2013 году. Осенью внесли 810 тысяч, 300 наличек и 500 взяли в ипотеку. В 2014 году должны были сдать, никакого движения не произошло. Сказали, что будут в 2015, и так тянули, тянули до того, пока не началось уголовное дело. Самого застройщика Липунцова признали, что деньги как бы украдены, и квартир наших нет. Если в большинстве случаев люди предпочитают обозначиться в реестре и ждать помощи от государства, то дольщики обанкротившейся компании «Альтаер» взяли инициативу в свои руки. Создали жилищно-строительный кооператив и оформили в собственность землю и недострой. Мы разрабатывали несколько вариантов. То есть вот проект сделали, посчитали смертную стоимость. Приходили мы с ней и в администрацию, то есть и человек, который готов был, все приходили, все считали. То есть как бы тут была загвоздка небольшая с землей, она у нас была под арестом, мы ее тут почти полгода снимали. Ну то есть вот пытались что-то сами сделать. Строительство дома в Неженке возобновили в ноябре этого года. Дольщики предоставили в правительство план нового здания на 20 квартир. И область согласилась помочь. Минстрой выделил 10 миллионов рублей из резервного фонда. Но такой результат скорее исключение, чем правило. Чаще люди ждут своих квартир годами, оплачивая и ипотеку, и съем жилья. Поэтому обманутые дольщики согласны с решением запретить долевое строительство. За, потому что таких, как я, по стране, их не то что сотни тысяч, их больше. И вот в таких вот приходится и ребенку ущемлять, и себе ущемлять, и приходится просто-напросто выживать. Государство, у вас в законах все написано. Контролируйте, смотрите, вводите элементарные вещи, предотборы, кому давать землю, кому даете, для чего. А когда у нас государство перекладывает свою головную боль в плане контрольных функций на кого-то, например, на банки, ну из этого плохо что получается. Вклады в строительство дольщиков государство предлагает заменить банковским кредитованием. Только в этом году в отрасль вложили около полутора триллионов рублей. Эксперты считают, что государственные банки пока не готовы предоставлять такие суммы строительным компаниям. Наталья Богданова, Олег Берендеев, Максим Морарь, городской телеканал ЮТВ.